вот анонс дефектовочка капота сейчас чуть притушим чтобы было видно в чем тут дальше кино не будем дальше надо брать и делать удивительно да в общем там мало для капота до ради на вот типа вот этих резкие крупные но естественно в основном под железяками под усилителями делать вот большинство уже все очистить единственное конечно мистичка я его под разбил оставил пусть подумает до завтра мелочевка осталось вот она шкапотик уже все тут почистилась постерлась все вот эти отметки 1 вот здесь которая от камня вот тут чок треснут и я не хочу залазить тем более не так уж она и заметно и это видно всем что это камешек с этим пришлось нянчил нянчий пришлось клеем вот таким грибком я уже третий раз выдергиваю и высаживаю вот и теперь сейчас надо его красиво забить и заполировать и сказать так и было вот такая вот ситуация в принципе все тут ремонтируется по капоту назад отверстие технологически достаточном количестве не дырки мне не пришлось сверлить так что это говорит о том что в принципе ребятишки там головой подумали так что достать принципе можно везде крючками ну как бы чего страшного можно было там одна-два отверстия засверлить если что сделать вот такая ситуация пробойники это хорошо фирменный вот но иногда бы пробойники да иногда бывает что вот такое как говорится подножный корм вот такое валяется у нас под ногами ходим и не замечаем что это такое да это грибочек для того чтобы креп крепить там пенопласт или что-то обычно на стену вот утепляют крепят такими грибочками вот посмотрим здесь допустим окончания и вот здесь вот им тоже вот руки и держать и забивать вот такие вещи еще не доделано конечно вот мы видим тут еще резкости надо не любит наводиться подбук вот тут невооруженным глазом видно вот тут надо дорабатывать это дело еще то яма то канала вот и я что хочу сказать вот элементарно очень даже удобно ему так тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь работать осаживать вот и таким хорошо вот и таким неплохо а всяких разных вот собственно вот они все формы вот волшебный пробойничек жесткий вот ну мне бы то вот иногда нравится вот такими самодельными дорабатывать вот есть тоже мои любимые мягенько работают вот они у меня всегда такой куча это из апельсинового палочки из апельсинового дерева вот и из них хорошие пробойнички вот получаются правда они как бы имеют свой минус они использование быстро тупятся вот их при немножко вот так вот править ведь так заряжаем берем шкурочку вот и шкурочка его дрынь-дрынь-дрынь и он получается опять вот такой вот как новенький я прошу прощения отрезка что-то автофокус не очень хорошо наводится что-то он барахлит хотя автофокус написан что-то ему не нравится ну вот таким значением довольно хорошо и приятно работать в принципе работать можно чем угодно и как угодно важен результат пока что результат процессе это самая отвратительная была ямка капри на всем капоте ну как бы финишная а я уже немножко еще чуть там чуть там подернул ну кончиться с ней надо надо ее немножко еще понять эти прием а так прям все нормально чуть полирнули чуть шлифанули хозяйка смотрит как понравилось это грязь какая-то на капу или камушки скорее всего да и камушка скольчики маленькие вот на капоте это надо забыть просто за это или машинку поменять вот так 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 вот Продолжение следует...